12 июля православные отмечают День Святых Апостолов Петра и Павла. Верующие считают, что благодаря их покровительству на нашей земле царит мир и покой. Сразу после Божественной Литургии по улицам Петропавловска прошел крестный ход. В процессе приняла участие и наша съемочная группа. Утро православных христиан началось с Божественной Литургии. По молиции попросить у Бога самого сокровенного пришли сотни северказахстанцев. Также они примут участие в праздничном шествии от Собора Святых Апостолов Петра и Павла. Возглавляет шествие передвижная звонница, следом идут казаки. В их руках хоругви, кресты и иконы. Священнослужители несут мощи святых апостолов. На протяжении всего пути процессия останавливается, чтобы окропить прихожан святой водой. Это одна из традиций праздника. 11 июля завершился летний Петров пост, который длился 40 дней. Все это время христиане готовились к празднику первоверховных Петра и Павла. Для православного мира эти святые считаются примером твердости, разума, покаяния и веры. Участие в шествии – это небольшой вклад в общее благое дело. Настало время очередной остановки. На театральной площади крестный ход встречает церковный хор. Здесь его участники совершат праздничный молебен. Поздравляем всех горожан с этим великим праздником святых апостолов Петра и Павла. Желаем всего доброго, всего хорошего, радости побольше, успехов в жизни, чтобы душевный покой у всех был и умиротворение. Желаю здоровья, благополучия, чтобы ценились духовные ценности, чтобы все было в каждой семье радостно и тепло. Не зря называется наш город Петропавловск, потому что охраняют его святые апостоли Петре и Павле. И дай Бог, чтобы всегда все у нас было мирно и хорошо. Ксения Руженская пришла на праздник вместе с мужем и сыновьями. В ее семье участие в шествии давно стало традицией. Наш город назван в честь святых апостолов Петра и Павла. Мы пришли с маленькими детьми, чтобы с молодых лет они привыкали и знали историю своего города. С днем рождения города североказахстанцев поздравил епископ Петропавловской и Булаевской епархий Владимир. Дорогие земляки, в очередной раз на землю Северного Казахстана пришел праздник святых апостолов Петра и Павла. Когда-то именно эти два апостола были выбраны как покровители той небольшой крепости, которая была построена на нашей североказахстанской земле. И с тех пор град наш носит имя этих святых апостолов. После театральной площади крестный ход отправился к Петропавловской крепости. Дарья Пашмынцева, Адиль Нуржанов, Новости МТРК.